В Костанае следят за ходом пассивной кампании с помощью GPS-системы. По словам Аграриев, новые технологии позволяют сократить расходы и экономить несколько миллионов тенге за сезон. Наш корреспондент Наталья Строкова узнала, как инновации облегчают работу на полях. Больше года весовщица Анжелика Шлейкина работает по новой системе. Весь учет ведется автоматически. Путаница с погрузкой и выгрузкой зерна ушла в прошлое. У нас есть каждые карточки на каждый склад. Первый, второй, третий, четвертый склад. Мы прикладываем. Это обязательно. Поэтому мы даже по распечатке можем посмотреть. Когда приемка пшеницы, мы сразу замечаем. Заехала машина. Общий вес записали сразу в журнал. Следит умная система и за правильной постановкой транспорта на весовой площадке. Отклонения от границ фиксируют инфракрасные лучи. Прибавить или убавить даже пару килограммов не получится. Это инфракрасные барьеры. Они друг другу луч передают. Они сигнализируют о пресечении платформы. Если луч пересечен, значит вес будет фиксироваться неправильно и высушиться. По данным ГПС у нас обработано за вчерашний день 405 гектаров всего. Высеяно 65 тонн на 77-ю клетку. Как обстоят дела на самых отдаленных клетках, Александр Бородин может узнать, даже не выходя из кабинета. Только за первый год работы система спутниковой навигации позволила сэкономить хозяйству 7 миллионов тенге. Расход солярки сократился на 70 тонн. При этом объем выполненных работ увеличился. В целом это облегчает. Не надо до 12 ночи сидеть. Выгрузил он бункер, не выгрузил. Сейчас в каждом бункере стоит датчик выгрузки, загрузки зерна. Он не выгрузил, компьютер покажет, что он оставил там 200 килограмм. На мониторе отображаются все чипированные объекты хозяйства и их работа. Мобильная программа покажет всех, даже если ее открыть в поле. В данный момент в реальном времени можно отслеживать, где находится сейчас техника, с какой скоростью она едет и сколько расходует топливо. Пример спутниковой экономии, принесшей хозяйству дополнительные миллионы, нашел последователей и среди других аграриев региона.